Учеными доказано, что среднестатистического человека в день посещает от 50 до 70 тысяч мыслей. При этом 95% из них те же, что посещали человека вчера и позавчера. Ваша жизнь не изменится, если вас будут посещать привычные старые мысли. Это все равно, что делать одни и те же вещи изо дня в день и надеяться на другой результат. Так вот, я хочу научить вас, как сделать так, чтобы вас посещали новые правильные мысли, а не привычные, рутинные, которые на автомате лезут в вашу голову. Для этого вам нужно выполнить простой трюк. Особенно важно это сделать с утра, на старте дня, чтобы задать правильное направление вашим мыслям. Когда вы собираетесь чистить зубы, сделайте это противоположной рукой. И на это есть несколько причин. Первая причина — это научит вас находиться в настоящем моменте. Потому что до этого вы чистили зубы на автомате и думали о чем-то привычном. В сегодняшнем мире многие люди не могут сосредоточиться на настоящем. Они все время в социальных сетях, кушают с телефоном, ложатся спать с телефоном, вечно отвлекаются на уведомления. А когда вы чистите зубы противоположной рукой, это учит вас концентрироваться на настоящем моменте. Вся фишка в том, что, занимаясь непривычным делом, вы тренируете свое внимание, а внимание вам в жизни пригодится. К примеру, когда вам нужно будет запомнить чье-то имя или прочесть что-то важное, при этом не отвлекаясь. Если вы хорошо прокачаете свое внимание, это поможет вам стать намного эффективнее остальных, и вы будете быстрее достигать желаемого. Итак, первая причина — это тренировка вашего присутствия и внимательности. Вторая причина использования противоположной руки заключается в исследовании доктора Лоуренса Катца, сделанном в медицинском университете Дьюка на кафедре биологии и нейробиологии. Он задался вопросом, как сохранить когнитивные способности у пожилых людей. И он обнаружил, что такие простые упражнения, как прием пищи другой рукой или чистка зубов другой рукой, может помочь. Мы с вами уже знаем, что психическое влияет на физическое, но есть и влияние физического на психическое. Когда ваше тело выполняет какие-то новые движения, активизируются и новые участки головного мозга. Когда вы будете чистить зубы другой рукой, вам будет трудно, некомфортно, но это только потому, что в этот момент вы будете создавать новые нейронные связи. Выражаясь метафорически, вы разгружаете трафик, строите новые дороги, чтобы избавиться от пробок. Людям часто сложно вспомнить что-то, потому что на старых дорогах постоянные пробки и тяжело добраться куда нужно. А создавая новые нейронные связи, вы разгружаете мозг. Вообще мозг должен быть все время в движении, его нужно тренировать, а застой очень вредит мозгу. Есть еще и третья причина, которая заключается в том, что себя нужно приучить делать сложные и непривычные вещи. И лучше всего в начале дня, так вы будете намного эффективнее. Смысл всего этого в том, что именно через преодоление трудностей происходит изменение к лучшему. Сокровище, которое вы ищете, может быть в работе, которую вы избегаете. Вам нужно тренироваться преодолевать сложности. Вы можете избегать трудных задач, откладывать все на потом, потому что так проще. Но это только на первый взгляд. Если вы хотите жить проще, нужно научиться решать сложные задачи. А если вы будете все время выполнять столько простые дела, ваша жизнь будет тяжелой. В преодолении трудностей заключается простота жизни. И вы научитесь этому. Когда утром первым делом сделаете что-то сложное и непривычное, таким образом вы натренируете свой мозг. И когда нужно будет сделать важный звонок, выступить с презентацией или провести неприятную беседу, все это будет вам даваться проще, потому что вы уже приучили себя к трудностям. Поэтому если вы хотите изменить свою жизнь, вам нужно изменить свои привычки. Сначала вы создаете привычки, потом привычки создают вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова